Приветствую всех кто смотрит это видео меня зовут Насадма я на этом канале рассказываю о своем рукоделии преимущественно о вязании предыдущее видео выходило дней 10 назад и за эти 10 дней у меня накопились некоторые вещи которыми я хотела бы поделиться ну в частности во первых я купила себе моталку для пряжи это прямо очень грандиозное для меня событие потому что это значительно облегчает труд по перемотке клубков мотков вручную пасом вручную вот часто бывает так что ты вяжешь из мотка и потом в конце остается какой-то не не довязанная часть и она разваливается и очень сложно закрепить и вот перемотав эту часть можно получить очень аккуратный моточек красивенький и это можно сделать достаточно быстро на моталке моталка очень простая прям самая элементарная она продается на алиэкспрессе и на wildberries я заказала на wildberries просто простое механическое приспособление но она очень облегчает действительно трудозатраты облегчает уменьшает труд затраты просто крутится и наматывает очень красивые моточки потом я позже покажу какие моточки красивые у меня получились в общем это такое увлекательное занятие мотать клубочки так значит вот это первое о чем я хотела рассказать так что у кого нет еще моталки кто перематывает клубки вручную я очень рекомендую приобрести это приспособление это действительно просто супер вещь я даже перемотала те моточки которые в принципе не нуждались перемотки настолько мне это понравилось так дальше дальше я связала идеальные носочки для своего ребенка идеальные почему потому что они не требуют потому что они подходят на любой размер то есть для ребенка который не ходит еще пока что ему не требуется носки с пяткой я считаю поэтому я связала носки без пятки но за счет того что они имеют спиральную форму связаны по спирали показать то лучше они связаны по спирали и они очень хорошо садятся на ногах такие носки вяжут даже для взрослых за счет вот этой спирали они принимают форму ноги форму стопы и очень хорошо выглядят на ногах вот такие вот носочки я представляю что при загрузке видео google мне youtube не выдаст качестве обложки предложения где я сижу вот так вот посмотрим ну в общем такие носочки я очень рада что я нашла это описание этих носочков в интернете и очень жалею что я раньше этого не нашла потому что до вот этих носков я уже связала ребенку две пары носков из которых он вырос поэтому если бы я связала сразу только вот эти носки мне не пришлось бы вязать предыдущие две пары то есть он бы просто ходил да не знаю может до года в одних и тех же носках пока холодно вязала я их вот из этой пряжи и не знаю что это пряжи это из моих старых каких-то запасов я думаю что это полушерсть скорее всего и вот такой мохер тоже не знаю не помню где-то валяется этикетка очень тоненький мохер чик вот я их соединила и получились у меня очень тепленькие носки так про носки рассказала дальше это видео я буду снимать снимать в несколько этапов потому что у меня еще не все готово но я хочу сразу его за один день снять чтобы наконец-то уже снятия не оставлять это на будущее так а сейчас я пойду схожу еще за одними носками пока я хожу за еще одними носками я предлагаю посмотреть видео того как выглядят эти беленькие носочки на ножках ребенка что держи игрушку будем снимать носки вот мы собираемся в поликлинику решила заснять носки вот такие носки получились прям не носки даже гольфы целые очень удобные на мой взгляд видите в месте где пятка они нормально садятся здесь тоже нормально садятся как бы для детей вообще это мне кажется идеальный вариант носков не сползают пятка это не сползает никуда нравится тебе по моему нравится так принесла еще одни носки вязала я их из это мужские носки я их вязала из ализе такая вот стандартная расцветка черно-бело-серая с добавлением двух видов другой пряжи светло-серый и синий из остатков получились у меня вот такие вот мужские носки на 42 42 размер я когда представляю что мне youtube предложит в качестве обложки в этот вариант мне смешно становится так с носками сижу составим в руках вот такие носки получились в них ничего прямо супер оригинального нету они связаны обычным методом резинка где моя указка нет моей указки ладно резинка затем далее я пустила такую небольшую резиночку здесь потому что не знаю точно обхват ноги и поэтому я чтобы они если вдруг окажется что нога не широкая то они немножко стягивались это носки я вязала для брата я думаю что они подойдут укрепленная пятка такая вот обратный клин подъема здесь также идет небольшое дорожка из изнаночных и лицевых петель и заканчивается ленточным моском это я на своем блокаторе показываю не меньше чем на 42 на 40 размер в общем такие вот классные теплые носки методом helix связаны шерстяные носки и я думаю еще одну пару ему свяжу чуть потеплее из пряжи потолще потому что он живет сейчас в частном доме зимует которым вечное отопление и я думаю что такие носки вообще хорошо подойдут я имею ввиду носки которые потолще я свяжу будущем но пока что вот такие есть они получились совершенно разные ну как бы смысл один видно что они из одной и той же пряжи связаны но они разные и я люблю вот такие разные носки мне нравится когда они как будто бы как будто бы из одной пряжи но получаются разные варианты вот с носками покончили следующий мой эксперимент который я господи что с ним сделала эксперимент который я провела заключался в покраске пряжи я заказала две пасмы пряжи именно для покраски не хотелось покрасить пряжу вот такой вот регия для ручного окрашивания все наверно знают и стандартный носочный состав полиамид шерсть и для чего вообще я ее заказал возникла у меня идея связать носки в цветах флага бурятии флага республики бурятия но когда я стала искать подходящие цвета в интернете точнее в интернете на маркетплейсах я нашла только мне нужен был желтый белый синий я нашла белую нашла желтую нашла синие но они были все от разных производителей и немножко не тот оттенок который мне нужен был я решила не рисковать и не заказывать кота в мешке и решила сделать его кота сама решила попробовать покрасить пряжу заказала две пасмы купила красители и осуществила свою задумку красители я сейчас ставлю кусочек видео из промежуточного этапа моей покраски моя первая попытка покраски пряжи сказал она в элберис вот так вот такие вот две пасмы реги и носочные там написано что они специально для ручного окрашивания и купила в леонардо вот таких два красителя синий и желтый почему эти цвета потому что это цвета бурятского флага и я хотела использовать их носках в общем в этом красители он для шерсти тут какая-то очень сложная инструкция нужно высыпать краску добавить соль потом при 80 90 градусов держать ее перемешивать не кипятить 30 минут потом еще добавить уксус при той же температуре еще 30 минут держать и потом прополоскать при той же температуре с добавлением уксуса и потом сушить и вот первую пасму я красила вот поэтому поэтому по этой инструкции сейчас покажу что получилось она еще у меня сырая вот такая синяя такая семья пряжа получилось она получилась равномерная но я ее докрашивала то есть когда я ее по инструкции держала в воде вот перемешивала добавляла укс в общем все как по инструкции написано вода у меня не становилась прозрачной то есть краска пасма пряжи не впитывал краску почему-то до конца поэтому я нашла в интернете краткое руководство по окрашиванию от кого-то затолкал эту пряжу в банку залила вместе с водой которые в которой она полоскалась добавила еще чуть-чуть уксуса поставила в микроволновку все это дело и 6 минут прокипятила после этих 6 минут у меня краска вся из воды ушла и фактически когда я полоскал эту пасму меня уже краски то и не не было но смылась первое все дальше не смывалась дальше я захотела покрасить желтую пряжу желтый цвет таким же образом в микроволновке но вот что получилось но это явно не желтый это прям ярко-оранжевый не знаю почему почему курсе может быть я слишком много его добавила но в общем он оранжевый хотя написано желтый такой получился но такой конечно оптимистичный жизнерадостный цвет но и мне нужен был желтый и микроволновке хотя я делала то же самое что синие пряжи микроволновке почему-то это краска не ушла до конца из воды хотя и два раза даже прокиптил там микроволновке по 6 минут и когда я стирала из нее активно вымывалась вымывалась оранжевая краска и я так и не дождалась прозрачной воды мне уже лень стала ее перестирывать по десять раз я думаю ну ладно в процессе потом я свяжу носки да в любом случае и думаю в процессе носки там стирки они она вымоется но руки она не красит поэтому я думаю что ноги после нее оранжевыми не станут и выделись ну я конечно повезу потом буду еще стирать эти носки вот я думаю что все равно вы умеется со временем вот такой опыт у меня и еще я из этой пасмы ныне здесь 2 отмотала вот такой вот такой вот кейк но он чуть побольше чем вот этот был это просто некрасный остался и покрасила его тоже микроволновке в пакете я развела синий краситель развела желтый краситель добавила туда уксус соль и шприцом просто сверху налила синий с другой стороны сверху налила желтый получилось такой разноцветный моточек я положила его в пакетик пакетик завернула поставила в микроволновку два раза я кипятила по три минуты нет один раз пять минут второй раз три минуты и получилось у меня сейчас покажу что получился именно тот желтый который мне нужен был но он видите в пасме то есть это в секционке получился вот это вроде хорошо окрасилась она не отдает цвет больше и простирала прополоскала сейчас она сушится вот это мне понравилось как покрасилась и теперь не желтый это все равно нужен цвет поэтому я хочу теперь вот этот оставшийся моточек покрасить желтым боюсь что мне его не хватит на носки на то на то что я хотела сделать поэтому наверное придется отмотать от целой пасмы еще желтенького пойду замачивать переменцы покраской пряжи в те цвета которые я хотела желтый синий белый белый не красила у меня удался я считаю и у меня получились отличные носки но эти отличные носки я сниму чуть попозже покажу чуть попозже потому что мне нужно еще заправить не кончики я вчера до 4 утра вязала довязывала поэтому не успела я успел их только постирать и просушить кончики еще не запрятала часа и запрячем и после обеда еще раз включусь и запишу видео и покажу еще одну пряжу которую я покрасила другие цвета же не у меня произошла техническая неполадка и я уже смонтировала видео и выложила его потом стала изменять описание и куда-то не туда нажала и удалила его случайно но до этого я его удалила и на телефоне потому что у меня катастрофически не хватает места в общем какие-то кусочки у меня остались из этих кусочков я вот сейчас заново смонтирую но к сожалению удалилась большая часть в том числе видео с этими носками многострадавлями которые я связала остались только парочка фотографий снять их заново я не могу потому что я их уже отдала в носку ну вот в общем остается верить мне на слово и фотографию ну в любом случае я продолжу создавать носки подобного типа но смысле я не веду такие патриотичные носки скажем так которые отражают дух того места в котором я живу и я надеюсь что следующий раз никакие технические неполадки не помешают мне снять нормальное видео и нормального выложить у меня осталось 75 граммов которые я тоже покрасила и у меня получился вот такой вот моточек такой цвет зелено-красно-розовый получился вообще изначально я взяла пищевые красители и пищевыми красителями покрасила всю пряжу но когда я постирала ее пищевой краситель у меня почему-то ну очень сильно вымылся и пряжа приобрела такой грязноватый бледный оттенок мне он не понравился поэтому я взяла такой же пищевой краситель только другой фирмы он был гелевым красный вот основной цвет и просто покрасила ее эту пряжу еще красным сверху секциями дополнительно и вот после вторичной покраски цвет мне уже нравится и мне прям так хочет очень хочется начать вязать носки на и из этой пряжи по хоть и хочется посмотреть как будут складываться цвета я прямо уже два дня хожу вокруг этого моточка и облизываюсь хочется очень начать но у меня есть один незавершенный проект который мне нужно доделать довязать это шаров сейчас не покажу далеко лежит это шарф который я вижу по просьбе моей дочери и для него я использую те самые спицы которые я планирую использовать для вязания батиной кофты поэтому мне очень хочется быстрее уже освободить эти спицы и начать вязать батину кофту но шарф вязать это такое муторное занятие я бы сказала потому что вязать нужно просто по прямой и он должен быть длинным по прямой долго и в общем скучно хотя там несколько цветов ну в любом случае это такое не очень увлекательное предприятие поэтому я его вижу по чуть-чуть каждый день понемножку час по чайной ложке ну и надеюсь что я до конца недели все таки его довяжу сейчас у меня связано одна треть шарф вот но мне очень хочется освободить спицы и почему я еще не могу начать вязать из этой пряжи пока что потому что мне нужно связать перчатки мужские перчатки которые необходимы вот сейчас потому что предыдущие перчатки которые я вязала они протерлись я там использовала чистую шерсть а чистая шерсть не очень подходит для перчаток для человека который постоянно ездит за рулем и крутит этот руль видимо перчатки трутся обруль и в итоге они протерлись поэтому я использую другую пряжу сейчас не чистую шерсть и полушерсть начала уже вязать надеюсь что они будут более износостойки и еще я очень хочу начать вязать носки из этой пряжи потому что мне пришли вот такие спицы челогу 225 я никогда не вязала на челогу мне очень хочется попробовать я уже вижу что скорее всего плотность на этих список у меня будет та же самое что на двойках оде юникорн и вижу что здесь гораздо более острый кончик чем на юникорнах мы посмотрим в общем не знаю насколько хватит на его терпение чтобы не начать вязать эти носки вязать хочу начать от носка чтобы полностью связать вот этот наток и в прошлом видео я говорила о том что ищу пряжу которая из которой я раньше вязала когда-то очень давно вязала кофточку для себя футболку крючком и я нашла эту пряжу благодаря подписчице к сожалению я забыла имя которая написала в комментариях под моим видео название этой пряжи я забила это название сначала в интернет поняла что эта пряжа уже снята с производства я ее не найду в магазинах я полезла на авито и на авито я нашла то что мне нужно было женщина продавала видимо из своих остатков 3 мотка пряжи пряжи это называется кстати вито вито каприз вот она именно то что мне нужно я нашла 3 мотка и заказала и вчера забрала уже на почте эту пряжу 3 мотка не знаю на конечно мне уже на кофту на какое-то плечевое изделие с рукавами не хватит этого количества здесь 400 метров на 100 граммов стопроцентная шерсть турецкая пряжа вито наверное все знают мне не хватит на большое изделие я хочу связать в той же технике жилет для себя чтобы носить и радоваться вот такие у меня новости на это включение и знаете что я заметила такой не очень приятный момент для себя сделала соответствующие выводы что из-за того что я стала публиковать видео на ютюбе я начала себя подгонять вязальных делах и не просто подгонять по прямо загонять себя в какие-то рамки и мне хочется быстрее быстрее закончить вязать какую-то вещь чтобы начать новое чтобы потом снять об этом видео и рассказать что я вот связала и при этом не пропасть скажем так для алгоритмов ютюба и не чтобы как бы не попасть в эту яму когда youtube просто тебя не замечает и не показывает поэтому но вот из-за того что я так тороплюсь и загоняя себя я ну как бы начинаю вредить себе своему здоровью и вредить другим делам которые у меня есть у меня есть помимо вязание да другие какие-то другая ответственность по уходу за ребенком по домашним делам и в некоторой степени я начинаю ущемлять вот эти вот другие вещи вязанием своей вот этой вязальной манией поэтому я решила что я не буду все-таки гнаться за за быстрым быстрым выдаванием новых каких-то изделий и буду вот работать вязать в своем темпе никуда не торопясь я поняла что я не смогу как другие визуальные блогеры выдавать контент визуальный навязывать контент за неделю и поэтому наверное скорее всего я буду выпускать видео раз в две недели потому что за две недели я наверняка что-то свяжу и буду показывать уже по факту то есть мне не хочется показывать просто процесс да вот что сегодня я связала 10 сантиметров завтра связала еще 10 сантиметров и рассказывать об этом мне нет времени чтобы снимать вот это все дело и как-то мне кажется это не очень интересно мне лично интереснее видеть уже готовая работа ну хотя бы одну готовую работу и немножко про процессы вот это я так поделилась просто своими ощущениями от этого вязального блогерство которым я занялась вот в общем спасибо всем кто посмотрел это видео буду вязать дальше в следующий раз покажу еще что-то новенькое готовенькое всем пока